Здравствуйте, меня зовут Елена и сегодня я хотела бы продолжить тему выбор ароматов по знаку зодиака. Стихия воды. Водная стихия сильно влияет на знаки зодиака. У любого из трех представителей этой стихии всегда полно тайн, загадок и секретов. Узнать какие знаки, знаки зодиака водные, можно уже по названию. Рыбы – это люди, рожденные с 19 февраля по 20 марта, раки – с 21 июня по 22 июля, скорпионы – с 23 октября по 21 ноября. Рыбы – знаки необыкновенные, они довольно ленивы, но при этом могут быть великими учеными или ничего не добившись в жизни лентяями. Рыбы очень жалостливы, жалеют себя и других, не любят посвящать людей своей тайны. Раки очень часто попадают в влияние других людей, как хороших, так и плохих. Творческие люди, но довольно ленивы, могут ранить кого угодно, несмотря на то, что горячо любят их. Скорпионы – достаточно сложный знак, их сложно понять, потому что они очень любят себя окружать тайными, мифами. И они достаточно немногословны, часто не способны на золотую середину и впадают в крайности. Знаки стихии воды не склонны к накопительству, поэтому, если они выбирают какой-то один аромат, возможно, они будут носить его всю свою жизнь. И, как видите, я выбрала для них достаточно популярные парфюмерные дома, но в каждом этом аромате есть своя изюминка, своя загадка и непохожесть на другие ароматы. Вы видите Эстелаудер, Кристиан Диор, Дживанши, Ланком, Праду, Нарцисса Родригес, замечательный аромат от Cartier, а также Шанс от замечательного дома Шанель и Кристаль Деверте от Шанель, от Дома Крит. Я думаю, знаком воды прекрасно подошел бы Spring Flower аромат. И от великолепнейшего дома, от Тири Мюгле, я бы предпочла выбрать для водного знака этот шарик от Толи Ангел Дени. Не смогла я также обойти сады Сординил, Сады Нила, от Дома Гермес. От Ланком у меня две лимитки, это Интенс, Лави Эдвель и Трезор, Ланми. Эти ароматы являются гурманскими ароматами, но так как Скорпионы, допустим, любят все яркое и таинственное, эти ароматы прекрасно подойдут знаку Скорпион. Два цветочных аромата от Dior Addict. Это Sensual и Audefresh. Очень много комплиментов получит аромат Forever and Ever. Я думаю, что этот аромат, аромат без возраста, несмотря на то, что у этого аромата очень много молодых поклонников. Звучание воды и запах родниковой воды вам напомнит Mize Dior Shiri Lio. Этот аромат, к сожалению, уже не выпускается, но у меня он есть, и я хотела бы поделиться с вами тем, что он прекрасно звучит, очень натуралистический, и он прекрасно бы подошел к знакам водной стихии. Также я немножко расчищу место для вот этой вот великолепной коробочки. Это аромат от Cartier. Этот аромат называют поцелуй украдкой. Вот такой вот он. Я уже показывала его в первом видео. Вот такой вот это красавчик. Это выполненное лимитированное издание первого самого аромата. Он нисколько не отличается от настоящего аромата поцелуй украдкой, именно первой версии. В этом аромате представлена лилия. Боже, какой он красивый. Он так прекрасно раскрывается. Само оформление приводит в восторг. И я хотела бы сказать, что знаки воды большие эстеты. И им очень понравится этот аромат. Итак, пожалуйста. Я не рассказала еще о Нарциссе Родригес. Для знака воды я выбрала бы вот это вот красное лимитированное издание от Нарцисса Родригес. Очень яркий, немного колкий, для зимы великолепный аромат. Также я хотела бы узнать ваше мнение. Какие ароматы любите вы, если вы являетесь представителем этих трех знаков? Напишите, какие ароматы вы предпочитаете. Энж и Демен получил очень много откликов положительных. И также является большим любимчиком. Продолжает являться большим любимчиком у людей водного знака и не только. Если вам понравилось видео и вы продолжаете ждать моих видео, ставьте лайки, пишите отзывы. Я буду рада пообщаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. С любовью, с радостью в сердце к вам и замечательного рабочего дня. Всего доброго.